Мы на месте. Руки и нога еще. Они в клетке, к ним демон вышел. Уже вышел. Хорошо. Какой у нас там демон? 14. И что ты здесь демон устраиваешь? На свою чистоту. Исключительно. У тебя есть контракт с ней? Договор. Будем разбираться. Я ее команду скэнеру. На счет рискэнер сканирует пространство над головой Мадары под ногами. 360 градусов вокруг. Скэнер сканирует систем тонких тел Мадары. Находит все. Демон вышел. Дальше Джин. 54, 36. Какое? 54? 36. Хамелеон. Есть. Синий дракон. И спрут у нее. Какая веселая компания. Хорошо. У кого из присутствующих есть еще договоры и контракты с Мадарой? Джин пытается заключить контракт. Все. Хорошо. Начинаем работать. В процессе работы я буду задавать вопросы. Будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии Мадары спроецировать все энергетические и сферические каналы. Коябрационная энергия. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Мадаре. Пока идет реверс. Итак, сколько находится спрут в этом биополе? Четыре года. Какой у нас красный дракон? Двадцать семь, восемнадцать. Сколько ты присутствуешь здесь? Семь лет. Хамелеон, сколько ты сидишь в сердечной чакре? На пальцах считает или что? Он звуки издает какие-то. Горловые. Хорошо. Считай информацию. Сколько он находится? У него какая-то... Как будто он всегда в ней был. Он спит, просыпается. Он ей какую-то неадекватность дает. Тринадцать идет цифр. Тринадцать лет. Да. Сколько синий джин находится? Или он полузолотой? Какой у нас джин, Вера? Не полу, у него верх. Голова и плечи золотые. Дальше синий. Ну, я и говорю полузолотой. Сколько ты находишься в этом? Нет, он больше синий, чем золотой. Хорошо. Итак? Два года, семь месяцев. И демон, сколько ты присутствуешь здесь? Четыре года. Как у нас с реверсом? Закончено. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Мадара забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Усилие потоки в пятьдесят раз. Сканер, дай мне полниту души Мадары на настоящий момент. То. Хорошо. Демон, что это за крабы? Объясни мне. Злость идет. Шла к ним. То есть злое они делают. И как... В общем, они ее подвижное делают. Движения у нее резкие. Потому что нас бросить хочет с рук, машет руками, ногой, чтобы освободиться от них. Светливость. Это понятно. Это последствия. А что является причиной? Какой контракт? Как ты с ней заключил? Кем ты перед ней предстал? Я полагаю, четыре года назад, что она согласилась с тобой заключить на бессознательном уровне какой-то контракт. Я обращаюсь к Мадаре, Мадара. Вы осознанно понимаете, что вы заключили какой-то договор с 14-герцовым демоном. Вы просили о чем-то? Просила много о чем, но не демона. Хорошо. Давай послушаем версию демона. Демон, расскажи. Он показывает черты характера в ситуации, которые привлекли его к реке. Хорошо. Это твоя чистота. Ты пришел к ней. Не каждый демон заключает контракт с душой. Что тебя сподвигло к этому? Какая причина была? Была просьба? Просьба было много разных. А нехороших. Не просьб, не мыслей. Причинение кому-то вреда? Мы об этом говорим? Такие мысли пробегали. Ты исполнял какие-то такие желания? Я питался этими энергиями. Чем дольше они, тем приятнее мне. Это энергии зла, ненависти и так далее, и так далее. В этом отношении, да? Энергии истощения. Хорошо. Жила, ненависти, неумение договориться, неумение признать свои ошибки, крики и многое другое, связанное с этим. Действительно, мне тебе здесь нечего сказать. Но заключение контракта. Какие условия контракта были? Договора, как ты говоришь. Что ты делаешь, что она делает? Это не связано с какими-то ритуалами? Исключительно поведение. Итак, какие условия контракта было, ты не можешь рассказать, да? Я питаюсь ее негативными выбросами, создавая их. Да, создавая их. Хорошо. А что она за это получает? Мы ее маленькими шагами в какой-то момент получим. Освобождение. Что в твоем понимании освобождение демона? Я смотрю, ты какой-то неразговорчивый. Мне кажется, я с тебя вытягиваю по слову. И мне это не... Будет некрасиво рассказывать ее личную жизнь. В этом я с тобой согласен. Безусловно. Я надеюсь, просто она понимает, о чем идет речь. Мадара, вы понимаете, о чем говорит демон сейчас? Мне важно, чтобы она поняла. Думаю о моем разводе. Хорошо. Оставим тогда эту ситуацию. Реверс закончился. Спрут. Выходи. Снимай все, что ты оставил в ее биополе. Отключайся полностью. Все свои присоски забирай. Все свои энергии. Возвращайся назад. Где он сидел, Вера? У него коронная чакра. Вокруг шеи у него замотан. Перекрыл полностью. Как она ощущала твое воздействие, Спрут? Что это было? Боли, сдавливание, дыхание. Что? Он показывает теплота. У нее с головы жар был. Внезапный прилив на голове бывал у нее. Давление на голову. Вершение в горле. Это физическое тело. Я о нем и говорю. У него есть присоска в самом маленьком ребенке. Достал все. Понятно. Возвращайся назад. Придется тебе Спрут задержаться, пока мы не вытащим из маленького ребенка. Все, что оставил. Кто еще присутствует в детях из присутствующих? Мы сегодня всех их будем чистить вместе с домом. Дракон присутствует. Средние девочки. Еще кто? Маячки есть, Вера? У хамелеона есть подключка. У кого? Есть маячки, но детей много. Я не могу понять, кто куда расходится. Скажи мне просто, сколько маячков стоит над кем? Хамелеон, дракон. Хамелеон, дракон из пруд. Да, пруд уже сказал. Синий дракон. Я смотрю, ты уже реально перешел на детей. Ты поставил в среднем ребенке свою голограмму? Нет, не голограмма, это плата. На каком основании ты поставил ей плату в таком возрасте? Если я еще могу понять действия демона, который объяснил всю эту ситуацию, он даже заключил договор на основании этих действий, что сделал этот ребенок, что ты ей поставил свою подключку? Он очень повторяет за мамой многие характерные черты. Это привело его на мысль поставить свою плату. Хорошо, у меня сейчас мысль пришла достать печать дракона и включить ее на полную мощность. Вот просто так взяла и пришла спонтанная мысль. Ты хочешь это ощутить на себе? Нет, он не хочет. Значит, ты забыл свои границы, дракон. Что можно делать, а что нельзя делать? Есть души, которые заключают с вами договоры и контракты. Что может этот ребенок сделать? Ты паразитировал. Я сделаю запрос в межгалактическую полицию. Если коллеги найдут что-то там на тебя, ты уйдешь сегодня в межгалактическую полицию. После этой чистки. Дракон занимается самообразованием. Он учится с мамой. Он берет информацию. Когда ребенок повторяет за мамой, ему интересно, как развивается душа в маленьком теле. Именно поэтому стоит плата, чтобы понимать развитие души в маленьком теле и соединение его с биоработом. Ты воздействовал на ребенка, чтобы он производил какие-то негативные действия? Нет, она звучит. Интриги – это твоя работа? Он уже сказал, копируется мамой. Хорошо. Какие энергии ты у нее воровал? Никакие. Хорошо. Выходи. Вытаскивай все платы, все, что ты оставил на своей чистоте, в ее биополе, Мадары. Отключайся, возвращайся назад, приступай. Очень не люблю, когда к детям подключается. Готов. Хамелеон, выходи, вытаскивай свое гнездо, сердечная чакра, отключайся полностью. Как ты воздействовал на нее? Как она ощущала? То, что усиливал все или делал ее хамелеоном, это понятно. Объясни своими словами, как ты это видишь? Не понял вопрос. Мой вопрос. Как ты воздействовал на нее? Как она ощущала? Усиливал ощущения. Я сказал, это понятно, да. Но что именно? Какие ощущения? Дай пример. Когда она расстраивалась, у нее внутри все ползло, как энергии ползли черной, как лентой. Она их чувствовала. Понятно. Высасывали энергию они из нее, эмоции. Понятно. Из-за этого она становилась слабой, у нее не хватало энергии? Часто из-за этого. Хорошо. Все понятно. После нервных стрессов у нее, нервные стрессы, которые усиливали с хамелеоном, забирали. Забирали у нее энергию. Он показывает, что многие ситуации можно было обойти, договорившись. Из маленьких ситуаций они делают большую проблему. Правильно? Понимаешь? А также посмотреть на свои ошибки и признать их. Но он поворачивал это в другую сторону. Здесь как стена он показывает. И постоянно одни и те же реакции с ее стороны, которые он провоцирует. То есть он практически мешал ей осознать ее собственные ошибки и усиливал действия ее ошибок многократно, понижая ее вибрации. Он не трогал душу, а это душа осознает. Если душу слышишь, то не делаешь. То есть душе больно после того, как после своего неправильного действия. Поэтому всю вину на него не надо складывать. Он усилял. Да. Я не складываю на тебя всю вину. Я пытался сейчас разобраться, что конкретно ты делал и как она это ощущала на физическом плане. Он снял подключки. Джину, выходить не надо. Собирай всю свою пыль, втягивай в себя все свои подключки. Отключайся полностью. Пошел процесс. Он все стянул. Втянул. Хорошо. Демон, скажи мне, где находятся лярвы в биополе Мадары и затемнение? В горло и грудь. Хочешь получить эти лярвы? Да. Выходи сначала, отключайся полностью. Все, что ты оставил на своей чистоте, на месте, доложи, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду. Приступай. Он говорит, ты уже все снял. Крабы. Мы только крабы были. Хорошо. Разрешайте забрать все лярвы и все затемнения, где они находятся, ты сказал. Готово. Поскольку у демона договор, рассинхронизацию мы не сможем провести полноценно. Переходим сразу к аннулированию контрактов и договоров. Я обращаюсь сейчас к Мадаре. Мадар, у вас заключен контракт. Договор с демоном. Вы это понимаете? Вы готовы его расторгнуть? Да, готова. По закону свободы воли души и свободного права распоряжаться собственной энергией, Мадара взяла ответственность за свою жизнь в свои руки и выразила это намерение. Я говорю в слухе, а тонкая копия повторяет за мной. Я. Эземпляр контрагента, а также всякого рода дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. Но у нее один договор вышел, который с демоном и здесь энергии Джина, он формирует контракт. Хорошо. Он об этом говорил. Пусть повторяет за мной. Внутрия властью моего суверенного я, законной свободы воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если такова есть. Энергия есть, не возвращается. Готово. Открывая воронку в галактическое ядро, все аннулированные контракты вместе с их фантомами и отработанными контрактами уходят на переработку. Закрывая печатаю, растворяю. Готово. Возвращаемся к рассинхронизации, даю команду, синхронизацию Мадары с демоном, его подключками, Джином, Хамелеоном, синим драконом и его платами и с прутом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Честно. Подхожу к Мадаре, помогая моей энергии отстегнуть все каналы к интерферентам и их подключкам на счет 3-1-2-3, удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, и все это уходит на переработку. Закрывая печатаю, растворяю. Готово. Все проверку прошли. Спрут, синий дракон. Хамелеон, ты тоже где-то присутствуешь, да? В комнате из детей или не присутствуешь ты? Присутствует. И хамелеон, понятно. Значит, вы остаетесь здесь. Джин, ты присутствуешь в доме? Присутствует. Тогда сейчас открываю портал, если ты ни в ком другом больше не присутствуешь из людей. В дом ты собираешь все, что ты там оставил. Я прихожу, проверяю, отправляю тебя на первый раз на твою чистоту. Тебе это понятно? Да. Открывается портал в дом Мадары, и Джин уходит в этот портал. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Диамон, ты присутствуешь только в ней, в Мадаре. Ни в членах семьи, ни в доме. Присутствует в доме. Перед тем, как я тебя в дом отправлю, я тебя спрашиваю, хочешь ли ты получить эмоциональный фантом? О, да. Тогда расскажешь мне, я буду перечислять сейчас все частоты. Ты мне скажешь, что является первой причиной, из чего все вытекает, пару частот назовешь меня, выходит эмоциональный фантом Мадары, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все на его эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Здесь много эмоций, фантом вышел. Хорошо, Мадары, эти энергии вы сами сгенерировали, вы готовы от них отказаться? Готово. Сворачивай все эти энергии в шар, забираешь демон? Забирает. Отправляет демону и слушает тебя. Он показывает, не называет эмоции, он показывает, что у нее фантом весь как полыхает изнутри. Хорошо. Вот так выглядит эмоциональный фантом Мадары на настоящий момент. Сейчас демон, я тогда открываю тебе портал в Дум, собираю все, что я оставил. Я еще буду собирать негатив в Думе, покажешь мне портал или бес, или кто там еще находится в Думе, и я отдам вам этот негатив. Все понятно? Ему понятно. Он говорит, что здесь с одной стороны гнев, эмоции, а с другой стороны пустота, усталость. Благодарю за эту информацию. Открывается портал в Дум Мадары, и демон уходит в этот портал, собирает все, что он там оставил. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хамелеон, Синий Дракон, Спрут остаются, так как они находятся в детях, которые мы сегодня чистим. Поехали по частотам. Переходим на чистоту магическое воздействие. Для таковой силы было, но проявляется. Здесь наручники появляются. Опа. У нее на руках, да? Это на нее сделано, или она делала? Здесь две руки, мужская и женская, и в наручниках. К чьей они я не вижу. Хорошо, снимаю эти наручники, отправляю в клетку-тюрьму. Эти люди как приковали себя друг к другу, и уже оба устали. И кто это делал? Для этого они дали друг другу. Хорошо, Мадара, объясните эту ситуацию. На чистоте магии вышли наручники, вы дали какую-то клятву, с кем-то связали себя. Не знаю, идет слово «клятва верности», это, наверное, замужество. Значит, у нас существует контракт на астральном плане между ней и каким-то мужчинами. Я правильно понимаю? Да. Большая любовь, а теперь пропасть. Хорошо. Мадара, вы хотите расторгнуть этот контракт, это обязательство? Очень хочу. Тогда выстраивается канал ко вторым наручникам и притягиваем этого мужчину, связанного с ней, стоит в клетке-тюрьме. Ну, здесь они как фантомы выглядят. Хорошо. Уставшие. Я обращаюсь к этому мужчине. Готов ли он изъявить свое желание или изъявляет ли он свое желание, расторгнуть этот договор, который он заключил с Мадарой, эту клятву верности? Он готов на своих условиях. Условия он изложил. Значит, вы желаете оставить этот контракт так, как он есть. Вы понимаете, что вы оставляете эти наручники, причем связанные на вас. Какой смысл этому? Он уже ответил. Хорошо. Я не имею права никаких действий против воли души производить. Возвращает она назад этого человека в его систему биоробот-душа. Один, два, три. Но фантомы все равно они стоят на чистоте магии в наручниках. Так. Мне нужен совет Амалии. Амалия, пожалуйста, выйди со мной на связь. Приветствую. Приветствую тебя, наш дорогой куратор. Скажи мне, пожалуйста, что мне делать в этой ситуации? У меня существует наручники, стоит фантом. Это была дана клятва верности между мужчиной и женщиной. Они оба желают расторгнуть договор. Она без условий, а у него есть какие-то свои условия. Я не имею права... Почему ты решил, что она без условий? У нее тоже свои условия есть. Понятно. Я просто хотел сказать, что я не имею права против воли души идти. И он не выразил своего согласия на расторжение этой клятвы верности. Что я в таких ситуациях? Какие у меня есть опции? Перед тобой тонкая копия. Спрашивай, что она хочет. Если она хочет снять эти наручники и расторгнуть клятву, делай это с ее стороны. Хорошо. Благодарю тебя. Такой ситуации у нас еще пока не было. Пусть повторяет за мной. Внутрия власти моего суверенного я в этот договор. По закону свободы воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат, если таково есть. Но она отделилась от наручников. Возврата здесь не будет уже. Хорошо. Сказала. Здесь главное, чтобы больше энергии не уходило в эти наручники. Открывай воронку в галактическое ядро и ее наручники уходят на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Амалия говорит, что чтобы это работало, она должна изменить свои реакции и осознать свои ошибки. Мы передадим блогу. Просто расторжение на тонком плане, оно не ведет к исправлению ситуации. Оно будет стоять в застойном виде, пока она сама не начнет принимать свои ошибки и меняться. Все понятно. Мы эту информацию Мадаре передали. Мы можем сейчас эти фантомы вернуть назад, Вера? Этого человека или этот фантом, который стоит у нас? Нет, фантом ушел вместе с наручниками. Хорошо, все. Значит, у нас ничего больше нет в клетке, да? Нет. Можем работать дальше. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Мадара, мы закончили Вашу чистку. Как Вы себя чувствуете? Спокойное чувство, уверенно и энергетически наполнено. Отлично. КОНЕЦ